Не то, чтобы я особо часто пользовался мобильным роутером, но последнее время он стал более востребован, больше работы на выездах появилось. У имеющегося Мегафон Мистер 100-3, он же Huawei E5372, не самая сильная батарея, включить утром, сунуть в сумку и забыть до вечера не получается, особенно если интернет раздается не на одно устройство. А таскать с ним еще и аккумулятор не особо удобно. Потому, когда увидел у кого-то упоминание про роутер ZMI MF855 с батареей на 7800 ма, против 1800 у Мистер 100-3, то заинтересовался. Плюс выяснилось, что у него есть старший брат MF885 на 10000 ма, который я и решил приобрести, заодно и внешний аккумулятор таскать не придется. Покупка и доставка на момент покупки работали спецкупоны Али, потому удалось немножко сэкономить и взять устройство за 72 доллара. Доставку выбирал из России, брал без дополнительных кабелей. Ехала почта и Россия из Москвы. ТТХ и внешний вид ТТ, заявленные продавцом, модель MF885. Поддержка, ФДТ-ЛТ, ТДТ-ЛТ, ФЭГМА, ТДЕСКТМА, GSM. Поддержка, Wi-Fi 802-11, бывший в употреблении ГЭ, пидорас, емкость, 10000 мач. Выход 5 в 2х А9, 12 в 15 ВТ. Вход 5 в 2х А9, 12 в 18 ВТ МЭКС. Поддержка частота, ФДТ-ЛТ и стандартный диапазон частот, B1-2100, B3-1800, B7-2600 МГц. ТДТ-ЛТ и стандартный диапазон частот, B38-B39-B40-B41, ФЭГМА Штандарт БЕНД. B1-2100, B2-1900, B5-850, B8-900 МГц. Посылка включает, 1.10 ЗМИ 4 грамма, маршрутизатор Powerbank MF885. 1.10 микро-USB кабель. Скриншот ТТХ из инструкции, коробки. Приехала в картонной коробке. Но внутри пряталась красивая черная коробка в пленке, так что в качестве подарка вполне можно использовать. В коробке роутер, инструкция, на китайском, и специально обученный инструмент для извлечения сим-карты. На роутере пара информационных наклеек, но они легко отклеиваются, подцепляясь за специальный язычок. Примерные размеры. 111 на 70 тысяча 21 миллиметр. Измерена линейкой ГОСТ 427-56. Длина кабеля полная 102 миллиметра, без учета разъемов 55-5 миллиметров. Большая часть корпуса металлическая, верхняя часть пластиковая. Весит 265 грамм. Еще фотографий. С одного боку паз для кабеля, который удерживается магнитом. Если кабель вынуть, то будет доступен отсек для сим-карты. Лоток металлический, под Neno SIM, ради тестов с мегафоном пришлось обрезать последнюю мини-симку, так-то она стояла в ноутбуке. С обратной стороны отверстие кнопки сброса настроек. На дне информация об устройстве. Сверху кнопка включения питания, слева, разъемы зарядки и разрядки и три индикатора, батарея, Wi-Fi и сотовая связь. Они трехцветные, точнее, скорее двухцветные, красный и зеленый, но могут одновременно включить красный плюс зеленый и получить что-то типа желтого. При активности мигают. Хотя светодиод мобильной связи делает это только при включении и поиске сети, потом полностью отключается и во время работы мигает только индикатор Wi-Fi. Индикатор батареи мигает при использовании в роли аккумулятора либо во время зарядки. Работа в качестве модема мой основной оператор, МТС, так исторически сложилось и желания менять пока что нету. Но для особых случаев есть симки Билайна и Мегафона, так что смог провести тесты со всеми тремя операторами. Проблем с подключением не было, отдельно настраивать АПН не понадобилось. Но тесты потом, сперва описание админок, веб и мобильный. Веб-интерфейс главный экран с основной информацией о роутере, сеть, IP-адреса, прошивка, количество клиентов, трафик. Остальные экраны. Интернет, тут настройки мобильной сети и сим-карты. Приоритеты диапазонов АПН, лимиты трафика, пин-код, ручной выбор сети. В интернет Traffic Settings можно выставить лимиты трафика. Вообще, день, месяц, три месяц, полгода, год, и порог предупреждения. Wireless, настройка Wi-Fi. Режим каналы. С первого по тринадцатое количество клиентов, от одного до восьми, плюс один сверху через USB. Безопасность. Settings, остальные настройки. DHCP, оно и есть. Connected Devices, список текущих клиентов. Device Traffic, трафик по клиентам, включая неподключенных сейчас. Network Activity, 30 последних коннектов и 30 последних Wi-Fi клиентов. Firewall Rules, Port Filter, Port Forwarding, различные правила Firewall. User Management, админский пароль. Configuration Management, сброс настроек, бэкап настроек и восстановление настроек, хотя формулировки такие, будто это обновление прошивки. USB Network Card, возможность работы в режиме USB сетевушки, включить, выключить. System Time, дата и время. Автосинхронизации нет. Software Upgrade, вот тут обновление прошивки. Ребут рута, перезагрузка роутера и настройка перезагрузки по расписанию, раз в сутки. Приложение для телефона. Приложение для телефона есть в маркете, но установить его не дают. Можно скачать АПК по ссылке из документации, но тогда вы увидите только китайский интерфейс. Приложение поддерживает английский, но только в том случае, если это язык системы. Иначе ставят китайский. На 4 пидеи в теме по родственнику, MF855, лежит АПК с английским по умолчанию. Картинки все оттуда. Главный экран, количество трафика, уровень заряда батареи, сотовая сеть, имя Wi-Fi сети, количество клиентов, работа с SMS. Информационная панель в шторке, мобильная сеть, трафик, уровень заряда, остальное под спойлером, много и не особо нужно. Меню настроек. Имя Wi-Fi сети и пароль. Чтобы не диктовать пароль, можно дать прочитать товарищу QR-код. Настройки мобильной сети. Тут можно настроить приоритеты сотовых диапазонов, лимиты трафика, АПН, дополнительные настройки программы и роутера. Обновление приложения и прошивки роутера. Управление роутером, перезагрузка, выключение, сброс настроек. Список клиентов. Работа с SMS. Можно читать, можно писать. Русский язык поддерживается. При подключении к роутеру приложение само запускается и показывает панельку с информацией в шторке. При отключении или при заходе в веб-интерфейс роутера прячется. Оно достаточно функционально, если с веб-интерфейсом сравнивать, разве что настроек фаервола нет. Но для повседневной жизни хватит, серьезный косяк только один нашел, при ручном выборе сети не показывают названия сетей, только пустые строки. В веб-интерфейсе при этом все нормально, так что косяк именно мобильного приложения. На маркете есть жалобы на жор батареи, да и на 4 ПДА тоже пара человек отписывались на эту тему. У себя не заметил. Обычно телефон к вечеру до 64% разряжался, с запущенным приложением – 60%. Так что в пределах погрешности все. Веб-интерфейс мобильной версии не имеет, но в принципе, вполне пригоден для настроек с телефона, если приспичит. Но в веб-интерфейсе, к примеру, нет работ с SMS, нет возможности точно посмотреть заряд аккумулятора, только приблизительно в терминах вида «хорошо» и «плохо», потому полностью отказаться от мобильного приложения не получится. Есть приложение для Винфона, если кто еще пользуется этой системой. Хоть у меня Винфоны и есть, проверять работоспособность не буду. Тесты скорости, спид-тест, нет, сим-карты МТС, мегафона и билайна, роутер Мистер 100-3 против ЗМИ МФ-885, тесты, МТС, Мистер 100-3, ЗМИ МФ-885, мегафон, Мистер 100-3, ЗМИ МФ-885, билайн, Мистер 100-3. Не смотрите, что написано МТС, мне просто лень было страничку перегружать, трафик экономил, ЗМИ МФ-885. Различий практически нет, отсутствие Бент-20 в моей местности не сказывается. Но не поручусь за другие регионы. По чувствительности разницы с телефоном не заметил, где телефон не ловит, там и у роутера проблемы. При выходе из мертвой зоны переподключается к сети самостоятельно. Максимально с телефоном от роутера отходил метров на 7, интернет не пропадал. Но это не часто, обычно роутер лежит в кармане жилетки или в рюкзаке и вопрос расстояния не стоит. Жизнь от батареи и работа в качестве аккумулятора я не специализируюсь на обзорах аккумуляторов и из оборудования для контроля у меня нагрузка 1, 2, а до непонятной точности USB-тестер, потому полноценных тестов с графиками тут не будет. Так, с точки зрения пользователя. Жизнь от батареи за рабочий день. Включил утром роутер, на телефоне отключил передачу данных. Несколько раз подключал ноутбук. Зарядил умные часы с 20% до 90%. Утро перед выходом на работу, вечер после возвращения с работы, конечно, расход энергии зависит от нагрузки, если весь день качать торренты, то батарею посадите быстрее. Но на моих типичных нагрузках за день порядка 15% уходит, если ничего не заряжать. Если нет подключенных Wi-Fi клиентов, то роутер уходит в спящий режим через 15 минут без действия, надо будить кнопкой. Интервал времени не настраивается, но поведение можно отключить. Использование в качестве аккумулятора. 1. Для того, чтобы использовать устройство в качестве аккумулятора, включать роутер не надо, достаточно подключить нагрузку. 2. Емкость соответствует заявленной. 3. По моему тестеру под нагрузкой напряжение проседает где-то до 4. 3. 8. 4. 9. Но тут я все же грешу на тестер свой. В паре китайских обзоров, ссылка на один из них в конце, результаты получше. 4. Поддержка QC вроде есть, в обе стороны. У меня из всех устройств с поддержкой QC 2. 0. Только вышеупомянутый аккумулятор Huawei Associated Press 0.8Q, когда я заряжаю Huawei от ZMI, то тестер показывает 0.32, 11, 5 в обратную сторону 0.51, а 8, 69 в. 5. Можно одновременно раздавать интернет и заряжать аккумулятор. Или раздавать интернет и использовать аккумулятор для зарядки устройств. 6. Аккумулятор может одновременно заряжать и заряжаться, но при подключении к источнику питания кратковременно пропадает энергия на выходе, мини и не получится. Вердикт плюсы. Качественно сделан. Компактный. Есть выдвижной кабель. Короткий, но иногда может пригодиться. Хорошая функциональность, умеет все, что нужно от мобильного роутера, хотя некоторые будут хотеть подключить к нему жесткий диск, принтер и сканер и возмущаться, когда не получится. Сим-карта формата на No-SIM. Это хорошо для однообразия, чтобы не было необходимости возиться с переходниками лишний раз. Если использовать только как роутер, то батареи хватает на весь день и еще остается. Есть поддержка быстрой зарядки, правда только QC2. 0, для меня не актуально. Может работать в качестве USB модема, точнее USB Ethernet адаптера. Минусы. Тяжеловат. Вполне могли бы и пластиковый корпус сделать, сэкономили бы грамм 50. Нет 20 диапазона LTE. Неприятно. Но не ужас. Ужас, это когда нету 7 диапазона. Нет экранчика. Не то, чтобы без него нельзя жить, но с ним было удобней. Батарею телефона не жрет, к примеру. Нет диапазона 5 ГГц. Я пока не бывал в местах, где в метре двух от роутера не работало бы 2-4 ГГц, но мало ли. Относительно дороги. Но есть младшая модель на 20 долларов дешевле. Только один порт USB-A, иногда хочется парочку. Зарядка только через microUSB. В наше время уже можно было бы и USB-100 поставить. А лучше оба, как на некоторых аккумуляторах делают. SSD-команды не отправить ни через приложение, ни через веб-интерфейс. Хотя это вообще больное место многих роутеров. Нет возможности поменять имей, заблокировать тет может быть важно для тех, кто хочет телефонный тариф поставить в роутер. Нет фонарика. Если вам не нужно устройство вида 2 в 1, то лучше купить раздельное устройство. Дешевле обойдется, тильда 30-40 долларов за роутер и 10-20 долларов за аккумулятор. При этом функциональность аккумулятора можно подбирать по вкусу. В крайнем случае никто не мешает примотать роутер к аккумулятору изоленты или купить роутер в форме USB-флешки и втыкать его в аккумулятор при необходимости. Как могут выглядеть альтернативы? В роли аккумулятора, жесткий диск, в роли роутера, роутер, в роли изоленты, белая изолента. ASUS 330 не худший из мелких роутеров, но разъем для модема у него сбоку, что повышает шансы вывернуть оттуда модем при лежании в сумке. ЗТ просто модем, но представьте, что он роутер. Но я не сторонник клубков проводов или торчащих флешек, которые есть шансы погнуть, плюс вполне могу позволить себе немного доплатить за удобство. Странного мне тоже не надо, типа использования DINNZ, изменения IMEI и тому подобное, потому покупку для себя считаю выгодной. Если будут вопросы, задавайте, постараюсь ответить. Полезные ссылки, BBS, ZMIFI, COM, PORTAL, PHP, MODE равно VUE IN TATE равно 218, тесты и разборка, на китайском. 4 PDA, RU, FORUM, INDEX, PHP, SHOW TOPIC равно 755300, тема на форуме 4 PDA. Хотя она и про младшего брата, 855, про 885 тоже пишут. Пожалуйста, не забудьте поставить лайк и написать комментарий. Продолжение следует...